можно поцарапать либо расколоть унитаз в дребезги мазываем отверстие чем-нибудь скользким например вазелином короче что-то мне вот это все не нравится люфтит копочки друзья всем привет сегодня буду монтировать вот такой вот горшок фирмы сенсея называется он него приобретался в магазине леруа мерлен город набережные челны и вот так вот в общем он выглядит вот так он выглядит снизу это скрытый монтаж монтаж будет производиться скрыто то есть мы не увидим никогда креплений мы вообще ничего не видим потому что он гладкий ровный красивый белый как это будет происходить я вам покажу по ходу данного видео и потом в конце мы вместе с вами произведем смыв потому что часто задают вопросы как происходит смыв как он смывает не брызгается вода вообще вот такие вот вопросы задают часто мне поэтому сегодня мы будем производить монтаж данного унитаза горшка на стену и посмотрим как он будет работать поэтому поехали итак данный унитаз фирмы сенсея называется он не данный унитаз выглядит вот так все что нарисовано на коробке тоже должно быть и в коробке я вытащил унитаз как видим с по бокам у нас нет отверстий потому что они находятся внутри унитаза вот это отверстие который предназначен для монтажа унтаз на стену а то отверстие у нас предназначен для крепления крышки унитаза на котором принципе и сидим так вот так вот выглядит он унитаз как видим еще у нас внутри нет обработки никакой потому что с этой стороны мы унитаз никогда не рассматриваем всегда смотрим только поверхность унитаза так что у нас здесь здесь у нас такое вот сливное отверстие а унитаз без ободковый как видим здесь нету никаких отверстий ничего все ровненько чистенько смыв происходит вот таким вот образом ну как это будет происходить в принципе я покажу в конце видео когда мы закончим монтаж но я думаю пора уже переходить его монтажу на стену так все что необходимо у нас находится в этой коробке так здесь находится крепежный наборчик крышка крышка унитаза инструкция в принципе все вот весь такой наборчик комплект сейчас открываем вот эту штучку будем монтировать унитаз на стену кстати если вы обратили внимание унитаза у данного унитаза отсутствует мембрана мембрана для того чтобы устанавливать его между унитазом и стеной так я взял мембрану фирмы алкопласт отдельно продается универсальная подходит для любых типов унитазов вот такой вот мембрана обязательно рекомендую устанавливать ее между стеной и унитазом для того чтобы у вас просто отсутствовал скрип и то чтобы шум стены не передавался к унитазу потому что есть и устанавливать без такой мембраны унитаз у вас будет поскрипывать так как фарфор будет теряться кафель и это поверьте мне не очень приятно поэтому обязательно такую мембрану не обязательно оторопласт на мембрану нужно устанавливать между унитазами состоят это моей рекомендации в общем поехали устанавливать это вот это место монтажа нашего унитаза как видим за унитаза у нас тоже все четко и аккуратно отверстие под монтаж креплений отверстия под залив и отверстие под слеп все выполненно аккуратно и красиво поэтому Но всегда, если даже не видно, нужно делать красиво, как в моем случае. Вот видите, не видно будет за унитазом ничего этого, но все равно сделана работа красиво и выполнена отлично. Поэтому вот так всегда должно быть и у всех. Рекомендую, советую настоятельно. Поэтому поехали дальше. Так, первым делом, естественно, нам нужно установить шпильки, на которые мы будем монтировать унитаз. Вот, на эти шпильки сразу можем надеть вот такие вот кронштейны, которые предназначены для того, чтобы при монтаже подтягивать унитаз к стене. Вот такая вот конусная форма дает ему возможность это сделать. На вот этом вот креплении есть такой вот специальный, отсутствующий на данный момент. Вот он, такой вот конусный, конуснообразная резьба, которая при закручивании давит на вот этот кронштейн и подтягивает унитаз, вот таким вот образом подтягивает унитаз, в общем, к стене. Так, на какое расстояние установить данный кронштейн, показано в инструкции. Обязательно рекомендую его соблюдать. Так, здесь вот написано, от стены до центра отверстия семь с половиной сантиметров, ну, 75 миллиметров, семь с половиной сантиметров. Вот именно на это расстояние нужно будет нам установить этот кронштейн, чтобы унитаз у нас спокойно подтянулся и работал без всяких там нареканий. Инструкция, как видите, все-таки полезная штука. Хоть и не на русском, но она есть. Хотя, может, и на русском есть, я не смотрела. Ну, в принципе, в картинках все доступно и понятно. Обратите внимание, как происходит монтаж. Установили, подтянули, затянули, втянули. Все вот, ну, там, да, шурчик-чик, все понятно. Без особого тут образования можно исправить. Короче, семь с половиной сантиметров. Направление углубления должно быть обязательно смотреть наверх. Так показано в инструкции, поэтому вверх. Руки замарал, грязная штука все-таки. Так, семь с половиной сантиметров. Замеряем угольником и работаем дальше. 75 миллиметров, как в аптеке. Так, теперь нам нужно где-то слив, залив. Заливную трубу мы делаем. Я замеряю обычно так. Беру угольник и с помощью рулетки просто замеряю глубину. Получается, здесь у нас пять с половиной сантиметров. То есть у нас рулетка прям доходит до вон выступ есть, до этого выступа. Упирается и пять с половиной сантиметров. Сливную трубу замеряем таким же образом. Так, здесь у нас восемь сантиметров. Нормально. Теперь берем унитаз, устанавливаем на него все вот эти вот патрубки. Так, один и второй. Для чего нам это нужно? Чтобы можно было спокойно замерить размер, который мы сняли. Вот так вот. Берем теперь угольник. Приставляем к краю унитаза. Это у нас импровизированная стеночка. И замеряем нужный размер. У нас у унитаза был, у сливного было восемь, а у заливного был пять с половиной. Короче, отмечаем этот размер и режем. Ну и пока у нас унитаз находится в этом положении, можем сразу смонтировать крепление для унитаза. Это происходит довольно-таки просто. Просто вставили, затянули и все. Главное, чтобы отверстие смотрело наверх. Так, все, унитаз к монтажу готов. Поехали устанавливать. Да и, конечно, не забыли про мембрану. Смотрите, тут такое вот отверстие есть. Его можно использовать под заначку. Ну, если охота что-то спрятать, то вот. Хорошее отверстие, кстати, для этого. Ну и так, лайфхак. Так, небольшой совет. Когда вы производите монтаж унитаза, обязательно положите либо картон, либо лист гипсокартона на пол, чтобы спокойно можно было положить на него унитаз. Ну, все-таки контакт кафеля с фарфором не очень такой приятный. Можно поцарапать, либо расколоть унитаз в дребезги. Поэтому лучше пускай будет гипсокартон, либо картон на полу во время монтажа. Совет. Как вы помните, я когда снимал крышку, тут была вода. Это конденсат, который скапливается здесь. Влажная среда. И этот пар, вот такой вот конденсат, образуется. И вот такая получилась там лужица. Поэтому я ее протер, чтобы она нам не помешивала в будущем. Обязательно сразу устанавливаем мембрану, проверяем правильность установки наших кронштейнов. Ну что? Конечно, желательно все это вот это смазать, чтобы вход был спокойный и легкий. Поэтому смазываем отверстие чем-нибудь скользким. Например, вазелином. Вазелина у меня нет, так что я использую жидкое мыло. Им тоже можно смазать при необходимости. Все, монтируем горшок на место. Кстати, желательно сразу вот эти шпильки закрутить, чтобы потом не мучиться. Не все так гладко. Горшок вставили, теперь подтягиваем. Визуально выравниваем унитаз. Я обычно это делаю по уровню плитки, потому что плитка укладывалась по уровню. И вот так вот затягиваем, подтягиваем, так сказать, унитаз. Для чего нужны эти желтые трубки? Это чтобы, когда вы вставляете шестигранник, вам не пришлось искать отверстие. Так, ну вот, как-то так подтянули до упора. И все. Вот эти желтые трубки можно удалить. Лишние мембраны можно отрезать канцелярским ножом. Все, будем сейчас монтировать крышку и запускать унитаз. Короче, что-то мне вот это все не нравится. Мне кажется, что унитаз все-таки сильно, как надо, не подтянулся. Эти семь с половиной сантиметров, которые рекомендует производитель, мне кажется, все это ерунда. надо уменьшить, чтобы унитаз более плотно прижался. Как-то он, ну, не внушает доверие мне. Вот. Люфтит. Когда люфтит, это мне не нравится. Поэтому снимаю унитаз. Чуть-чуть на полсантиметра я сделаю ближе к стене. Крепление наше подтягивалось. Вот она пришла, подтянулась прямо до упора. Здесь, и вот здесь вот окончательно она дошла. То есть, дальше смысла тянуть уже не было. Получается, если смысла тянуть не было, значит, унитаз у нас уже до конца не задвинулся. Поэтому мы буквально на пару оборотов сделаем его ближе. Вот так вот. Я думаю, достаточно будет. Попробуем еще раз, и у нас должно все получиться. Монтируем унитаз заново. Люфт стал гораздо меньше, чем был в прошлый раз. Даже мембрана вдавилась в стену. Уже куда не шло. Уже нормально. Уже люфт не такой большой. Но он по-любому будет присутствовать, потому что все-таки мембрана тоже имеет свойство поджиматься. Ну, можно еще на крайний случай еще раз на один оборот подтянуть. Но я думаю, если будет необходимость, я это сделаю. Ну, а пока все нормально. Все. Работаем дальше. Далее, после монтажа унитаза следует несложная процедура. Это монтаж кнопки. Фирма ГРОЯ делается это просто. Подрезается по контуру, снимает вот этот защитный кожух и устанавливается кнопкой. Ничего сложного нет. Кнопка вот такая вот, хромированная. Написано на ней ГРОЯ. монтажная планка. Ее просто прикручиваем и все. Так, и теперь нам нужно открыть подачу воды. Запускаем воду. Воды нет. Печально. Воды нет, потому что у нас отключили воду. Пока установим кнопку на место. Вот так вот. Чок-чок. Чипичок. Лайк, кусик. Поехали дальше. Так, пока у нас нет воды. Смонтируем крышку. Все, что необходимо у нас в этой коробке было. Так, кронштейн, крепление бачка, то есть крепление крышки унитаза представляет собой вот такую вот конструкцию. Просто вставляется в отверстие и затягивается болтом. Вот это получается, она бабочка разжимается и подтягивает его как надо. Просто до упора вставляем его на место. Вот так вот. Первый. Вот так вот второй. Так, теперь чутарик расслабляем, потому что нам нужно сейчас настроить крышку. Это у нас быстро съем, удобно тому, кто часто моет крышки. Отрегулировали и подтянули. После того, как мы наконец-то отрегулировали нашу крышку от унитаза, потому что это довольно-таки сложный процесс, регулировка не всегда проходит быстро. снимаем крышку и устанавливаем вот такие вот декоративные колпаки, чтобы скрыть всю красоту, которую мы не хотим видеть. Воду у нас, похоже, запустили. Сейчас проверим, есть ли она у нас. одеваем на место крышку и все. Ну, короче, вот как-то так. и так, короче, воду нам дали. Снимаем крышку, открываем. Воду. Вода пошла. Достаем шланг и подключаем ее к нашей кнопочке. Итак, вода наполнилась. Ставим кнопку на место. Кнопку поставили и производим смыв. вода аккуратно по ободку унитаза протекала как положено, то есть за пределы бачка, как мы видим, яйца картон сухой, за пределы унитаза у нас ничего не выплеснуло. Сейчас произведем второй смыв. Обязательно после первого смыва нужно посмотреть под унитазом, чтобы там у нас все было сухо. У нас тут все сухо, значит все хорошо. Отлично. Производим смыв. Отлично, отлично все работает замечательно. Крышку можно закрыть. Крышка закрывается плавно, плавно, потому что это у нас лифт, газовый лифт там установлен для того, чтобы крышка никогда не ударился об ободок унитаза и не было такого неприятного шума. Ну, в общем, все готово. Унитаз установлен, крышка установлена, кнопочка установлена, все, работа по монтажу инсталляции и унитаза завершена. Всем спасибо за внимание. Это у нас так очень красиво шумел счетчик. Вот этот вот счетчик, он шумит, да, как я не знаю, как дикий зверь, который в лесу жирчит. Вот шумит, он просто страшно. Короче, все, ребята, установку унитаза я завершил. Работа была выполнена мною буквально где-то за час. Все было довольно-таки просто, сложного, ничего в этом здесь нет. Процесс монтажа я вам показал. Я надеюсь, вы все поняли. Теперь у меня на этом все. Всем спасибо за внимание и увидимся снова на новых видео. И не забываем поставить лайк. Вот такой вот лайк, пальчик вверх и написать в комментариях под этим видео, как вам такая установка и как вам работа такого унитаза. Все, всем спасибо, всем пока. Еще одна причина, почему нужно использовать мембрану между унитазом и стеной. Обратите внимание, унитаз имеет небольшую такую выпуклость, кривая заливка и получается, что тут небольшая дуга. Здесь и здесь у нас идут такие более широкие расстояния, а здесь расстояние очень маленькое. И получается, если бы мембрана здесь у нас не стояла, вот эта часть сильно попрыжалась к кафелю и начала давить на него. В соответствии можно было получить либо сломанный кафель, либо сломанный унитаз. Хотя одно из двух конечно маловероятно, но все равно неприятно было бы видеть и слышать, как унитаз трется о кафель. Представьте только этот звук и сами сразу все поймете. Поэтому нужно использовать мембрану обязательно. Это еще один совет при монтаже унитаза. На этом у меня все. всем спасибо.